доброго времени суток я решила что хочу попробовать сделать короткие влоги и не растягивает на 30 40 50 минут а делать минут по 10 15 17 в общем до 20 минут я уже очень давно ничего не снимала было куча других каких-то идей которые мне хотелось поплатить и выложить из новостей начну с хороших во первых у меня эти выходные выдались очень насыщенными я была в гостях у насти смотрите что она мне подарила это пастель для рисования еще вот такая красивая бумажечка тут еще красивая бумажечка такая приятно что подарок без повода абсолютная просто приехала в гости она мне вручает а во-вторых это очень красиво упаковано и очень красивые цвета там были наборы разных цветов как я поняла и настя выбрала для меня вот этот это прямо попадание в самое сердце я очень хочу порисовать уже и из-за не очень хороших новостей у меня очередные проблемы со здоровьем ну как очередные просто последнее время происходят какие-то вещи которые раньше со мной вообще никогда не происходили какие-то болячки и в этот раз воскресенье по сей день я сейчас стою я очень плохо вижу что происходит мне тяжело сконцентрироваться потому что у меня кружится голова уже третий день подряд у меня головокружение и воскресенье вызывала скорую проснулась 6 утра вот этого ощущения головокружения и тошноты я вызвала скорую очень испугалась мерили давление оно было очень низкое даже для меня у меня обычно пониженное по жизни давление мне вкололи укол вену и эффект был моментальный я поняла что все вот эти сцены кинематографичные в фильмах про нарколык героев это не аутрировано это действительно так происходит что они сразу откидываются куда-то какой-то экстаз и мне сразу же стало легче но легче мне стало на 5-10 минут мне вскоре сказали что нужно обратиться к неврологу и также к лору если невролог отправит то тоже было бы неплохо сходить потому что вероятно это может быть связано с моими ушами и тот же день писалось в платную меня ведь отвез к неврологу и она сказала что когда она проделывала со мной какие-то манипуляции просила сконцентрироваться у меня вот так вот бегают глаза то это очевидные головокружения то есть какие-то там галлюцинации еще что-то что у меня с вестибулярным аппаратом в общем что-то не так и есть предположение что это связано со слухом не столько со слухом сколько просто с ухом и на левую сторону это выражено сильнее поэтому краски вот левое ухо меня глухое она не слышит а в общем вот так вот все непонятно как и решила вот с этого и начать влог я подумал что почему бы и нет это мне кажется самое интересное будет заходка на самом деле много чего произошло и даже довольно интересного но как-то вот не было потребности это все запечатляет и сейчас мне захотелось вновь вернуться в какой-то такой влоговый режим и начинаю вот с такой истории там у меня кстати пришел глобус доставка марс уже все опикал своим носом все обнюхал а буду сейчас раскладывать думаю тут сладкий код вот такой вот он уже большой периодически я пошатываюсь но меня не настолько прямо вертолетит что я не могу себя удержать на ногах то есть меня не было еще ситуации где падаю но вначале видите меня провожал там до ванны до туалета потому что я была в лежащем положении сейчас я тоже в основном лежу а просто потому что эти головокружения на приносит мне какой-то дискомфорт в остальном вот что самое удивительное я чувствую себя хорошо как эти головокружения но они меня больше пугают наверное нежели чем приносит какой-то дискомфорт мне кажется что вот если я сконцентрируюсь на одной точке то я стою ровно даже не стать сейчас даже пересмотрю видос мне интересно как это выглядит со стороны даже я бы сказала что ощущения они меня пугают потому что это неестественно но в целом если абстрагироваться от этого всего то вот это головокружение она даже какое-то прикольное какое-то такое легкое не знаю опьянение но легкое опьянение мне не особо знакомо потому что у меня непереносимость алкоголя и реакция у меня на алкоголь практически моментальная поэтому я не знаю что такое легкое чувство опьянение когда ты себя просто хорошо чувствуешь у тебя никаких побочек так скажем нет у меня сразу начинает краснеть лицо сразу учащенная учащенный пульс в общем не очень приятно на самом деле ощущение горит все лицо у нас новый день я чувствую себя уже прекрасно мы идем гулять марс ты счастлив как будто нет конечно будет сейчас просто выход городских сумасшедших что здесь происходит но он не испугался он точно проявляет любопытство я сейчас дошла до солярия точнее витя меня подкинул с марсом мне кажется как-то холодновато гулять потому что у него какое-то время очень скоро я начала отражать задница я думаю что либо его нужно просто потеплее девать либо нужно выходить гулять когда будет уже 20 плюс гулять не в тени а где-нибудь на солнышке чтобы ему было точно тепло поэтому с этими гуляниями я думаю что далеко мы пока ходить не будем вот на так целом довольно любопытно реагирует на окружающую среду ушла до зона и забрала одну штучку вот такую вот штучку вот такую вот штучку это flame moscow я очень люблю этот бренд они делают всякие ароматические штуки свечи спрей диффузоры палочки эти ароматические хочу попробовать его на домашнем текстиле я на самом деле сейчас пока забирала сезона обшипнула себе на руку чтобы понять как он пахнет и мне кажется что вы можно использовать на одежде вместо парфюма вкусно пахнет то есть он не пахнет чем-то таким типа как кондиционер для белья где очевидно какой-то постельный вот такой бельевой и здесь не этот случай поэтому мне кажется его можно использовать и просто так на теле или на одежде вот я сейчас просто села во дворе дома внутренним и просто кайфую из того что наконец-то тепло можно просто вот так вот сидеть 5 10 15 минут и не замерзнуть я на самом деле даже в этой куртке немножко парюсь хотя в тенечке комфортно но когда я шла было даже довольно жарко в куртке кайф в общем еще сегодня среда и это значит что сегодня у меня была моя сессия с психотерапевтом личная а вчера у меня был абсолютно новый опыт вчера у меня была семейная сессия с психотерапевтом с моей мамой было тяжело и я после этой сессии чувствовала себя физически сложно и тяжело но я смотрю на это так что вся эта тяжесть она нужна для того чтобы наконец-то пришло какое-то облегчение потому что у меня с моими родителями очень непростые отношения но в случае с мамой есть какой-то контакт можно что-то обсуждать она хотя бы как-то слышит и слушает и можно как-то наши отношения настроить договориться вот с отцом конечно все гораздо сложнее но я работаю с тем чего есть шансы вот отношения с моим мамой шансы очень большими на то чтобы у нас были какие-то теплые детско-родительские отношения скажем так но понятное дело что это будет не те же самые отношения как маленьком возрасте когда я была маленькой но хотя бы в сегодняшнем контексте взрослой дочери и взрослой матери вот как так очень интересно у меня был на самом деле опыт семейной терапии я ходила со своим молодым человеком когда еще жива в минске и это тоже было довольно интересно но все равно было по-другому потому что мама это другого уровня родной человек сейчас собираюсь на одно мероприятие и долго думала что надеть становилась на вот этом костюме отличие мой любимые последнее время мне хочется его носить всегда и везде вот эти кеды я наконец-то почистила я их в прошлом году ни разу не надела потому что мне было просто лень их привести в порядок решила попробовать сначала своими силами и если бы не получилось отдать уже в какую-то чистку профессиональную но вроде выглядит довольно сносно беленькие аккуратненькие чистенькие так что вот мне на шее кстати вот интересности всякие мне многоярусное ожерелье себе сделала мне очень нравится красиво все такое в серебре получилось в этот раз я люблю очень миксовать золото серебром но в этот раз получилось только серебро и из теплого какого-то оттенка наверное только вот этот красный бантик кстати вот сегодня первый раз надела вот это пальто уже очень хотелось надеть пальто и не ощущать какого-то холода излишнего вроде там под 20 градусов поэтому должно быть четко вернулась я с подарочками у меня там очень классный лонгслив а это я решила сделать зарядку и обратила внимание на то в каком ужасном состоянии мой коврик весь просто исцарапан марсом кошмар посмотрите это что между объяснений молодой человек прошлый раз я рискнула тоже сделать зарядку когда у меня стало легче с головокружениями и у меня они снова начались с силой как первый день поэтому я несколько дней не делала эту зарядку и сейчас я рискну здоровьем в прямом смысле этого слова и надеюсь что все будет окей вот так вот нагнешь это до пяток достанешь смысле до пяток здравствуйте видите пришел и сумасшествие марса активизировалась стал активнее раз 30 примерно блин видимо что-то снимаю ты создать мне скриптизы устраиваешь голожопы еще марс этот нового игрушка который он пока не понял но хотя бы на нее отвлекается мои руки безопасности хотя у меня на самом деле не на руках так на ногах вот раз и на спине еще очень много царапок потому что он прыгает на спину а а а а Делаем ангпакинг, девочки Этот пакетик мне вручили вчера на мероприятии Здесь Лангслив Классное качество самого лангслива Интересно, кстати, с какого материала она сделана О, стопроцентный хлопок Это хорошо Это же хорошо Вот так вот он сидит Я думаю, ничего не видно Вот так вот он сидит Мне очень нравится такой подгон Я начала за собой замечать На самом деле время от времени такая штука С мной происходит Меня очень сильно тянет Какие-то архивы, фотографии Какие-то воспоминания из прошлого И я вот подумала С чем это может быть связано И на самом деле я уже Как бы до этого доходила Просто сейчас у меня снова обострилось Это желание окунуться в прошлое И я освежила в памяти причину Почему я так делаю Потому что у меня очень повышенная тревога Даже когда у меня ремиссия депрессивных эпизодов То можно вообще так сказать Ремиссия депрессивных эпизодов Если эпизод, он и так конечен Короче, когда у меня ремиссия депрессии Отсутствует депрессивный эпизод То у меня все равно остается Вот это повышенное состояние тревоги Оно у меня вот на постоянной основе Просто когда у меня ремиссия депрессивных эпизодов То она просто усиливается А так она как бы в целом Мне присуща Моему характеру, скажем так И просто в прошлом Мне комфортно в этом плане Потому что там нет тревоги Так как прошлое Оно единственное, мне кажется Стабильное вообще во всем этом мире Оно стабильно Оно непеременчиво Оно безопасно из-за того, что оно стабильно И как будто бы вот у меня Создается такая иллюзия Что все хорошо И вот можно уходить туда Немножко снижать свою тревогу Главное просто не переборщить И не увлечься слишком сильно Таким способом ухода от реальности Мешать тебе сосредоточиться Свои лапки почистить Ты мой чистюля Ну кстати говорят, что сфинксы Они свиноты Они не могут даже жопу себе помыть Но Марс он себя вылизывает довольно часто И жопу он себе тоже вылизывает С этим нет проблем Проблема в том, что он все равно все-таки потеет Вот он просто Может быть из-за того, что стало теплее Он стал больше потеть И сильнее грязнится Поэтому я его зимы, наверное, не мыла И вот последний месяц-полтора Я его мою примерно каждую неделю-полторы Потому что он прям, ну Такой становится сальный какой-то Сейчас Марса намыла Уши начистила Глаза начистила И теперь блестящий, душистый И несчастный Но сейчас уже довольный Потому что можно с Витей побаловаться Ко мне Катя в гости приехала Скорее к Марсу Нет, ко мне Это моя подружка В этот раз завтракаю с Катей Приготовила нам Диджички И авокадо-тост Скромная поляна такая Мы сейчас решили Кукинг-шоу устроить Приготовить карбонару Катя у нас тут в роли повара Я в роли су-шефа Капина Как Митя Марсик-мазик Святоисточник подойдет? Да, я обожаю святоисточник Видите, у тебя что-то упало Посидели, потянулись По предыдущим кадрам Наверное уже понятно Что мы снова на соревнованиях У нас break Сейчас происходит Проснулись в 7 утра Ну, видите, в 7, я в 7.38 Субтитры создавал DimaTorzok